Всем привет! Сегодня ко мне в руки не попал Tarmac SR7 Comp Rival E-Tap Axos и он вряд ли попадет кому-то из вас, потому что, как вы видите, все размеры, даже 44 и вообще все остальные, ничего разных цветов, ничего не доступно. Уверен, подобная ситуация по всему миру и не редкость, то есть не распространяется только на Specialized, но и на другие марки тоже, но сегодняшнее видео было мотивировано небольшой перепиской с солидаром стримчане, который подключается периодически к моим стримам, наверное, знает о ком я, и вот о, собственно, Specialized пойдет речь, собственно, имеет ли смысл хотеть этот бренд. По крайней мере, любой бренд, конечно, делает все, что вы его хотели, но Specialized в данном контексте представляется мне больше как некий бренд типа Louis Vuitton, то есть это сумки, в них нет абсолютно ничего особенного. Функционально они также уничтожат ваш позвоночник, то есть вы будете перекошенным ходить, если будете на одной руке носить эту сумочку, поэтому обратите внимание на то, чтобы ваши девушки, женщины не носили такие сумки. Но от этих сравнений мы перейдем конкретно к этому велосипеду, в том числе я посмотрел видосик, обзор от блогера Артур, Артур, что-то там, Just Ride Bikes или что-то такое. Короче, зашел я на канал и стал слушать что-то как по этому велосипеду и ужаснулся. Я уже давно не был в веломагазинах, да и в магазинах, в принципе, в которых люди консультировали бы, и я как будто вот давно-давно-давно было, это когда я совсем нубом был, скажем так, зашел в веломагазин и стал спрашивать что-то как, какой велосипед стоит купить, какие плюсы, какие минусы, вообще ничего не знал, интернет тут уже не было особо. И тут мне начали, конечно же, тут продавец, когда осознает, что да, ты реально можешь оставить деньги у него, тогда он все, свою флейту включает и может спеть вам все что угодно. Почему? Потому что вы платите, да, то есть он и станцевать может, и спеть. И та же самая ситуация вот на этом YouTube-канале получилась, я посмотрел и лайков тоже дофига, и комментариев там пишут люди, я заказал, и вот спасибо за видосик и прочее. Я думаю, как же так, типа у нас были онлайн, оффлайн веломагазины, в которых вот за счет дефицита в информации, то есть это асимметричность в информации идет и дефицит у, скажем, у покупателя, а продавец наоборот, он владеет информацией, поэтому может манипулировать ей как хочет. И вот это же самое перекинулось на онлайн или как, блин, в интернете же столько есть вариантов просто загуглить, альтернативы найти, спросить мнение у других и прочее, прочее. Здесь ты не как в веломагазине, я не хочу сказать, что все из них такие, увольте, то есть я сделал опыт и с хорошими веломагазинами. Не знаю, как в России, короче, но вот такой вот опыт я сделал, в любом случае был удивлен, что такое вот есть на ютюбе. И чувак стал заливать, стал заливать, получил этот велосипед на тест, и, соответственно, единственное, что посадку более-менее под себя как-то подобрал, но у него там целая гора спейсеров. Вот такая вот конфигурация, это самый дешевый из доступных, да, тормаков SR7, самый дешевый версий, 5000 евро. Вот именно на таких колесиках низкопрофильных, все вот так вот, как оно на картинке и есть. И как он начал петь просто, как соловей, елки-палки, быстрый, говорит, велосипед, аэродинамичный, ну, посмотрите просто на это. Ну, блин, такой быстрый, он раз 15, наверное, повторил. Это аж просто, у меня просто вот реакция, уже вкуснейший ужин подходил к горлу. Но это же просто нонсенс, и кто не понимает, почему, о чем речь, ну, о какой тут аэродинамичности вообще идет речь. Руль круглый, рама не аэро, низкопрофильные колеса. Да более того, здесь еще есть дисковый ротор, который всей этой аэродинамике еще мешает. Потом мой опыт. Когда я катался на Мадонн с низкопрофильными этими RS11 Shimano, я в первое время тоже не совсем понимал, что я приобрел. То есть разницы какой-то этого эффекта, ууу, быстрее гораздо, не было. По сравнению с моим предыдущим фокусом, и только после покупки аэроколес, и установки спейсеров, снижения выноса более агрессивного, и установки более агрессивной позиции на велосипеде, я только тогда стал понимать, что да, этот велосипед поплоскочу, это вообще отличная тема, на нем вообще классно можно крузить. Он в гору довольно-таки скучный, и ускорение тоже, он нереактивный, такой как фокус, но на нем классно можно крузить, набираешь скорость и крутишь вообще по кайфу. Вот. Но здесь-то что? Елки-палки. Что случилось? Что не так? 5 тысяч евро за самую дешевую версию. И что мы имеем в конечном итоге? Этот велосипед весит 8,35 без педалей, без педалей. 8,35, это как циклокросс, да, как гревел-байк, как один из топовых, да. Кенниан, посмотрите, там грейл всякие, я вот вес там не смотрел, и цены тоже не смотрел, но, по-моему, грейл особо дороже, там под 10 тысяч там таких не бывает. Да, Кенниан вообще таких дорогих тоже, они очень редко такие версии делают. Вот. Это что касается Кенниан, но мы к альтернативам еще сейчас перейдем. Ну, посмотрите, что спешилась делать. Ну, это просто совсем обнаглели. Я просто челюсть отвалился, когда я прочитал, что здесь по-немецки написано 6,8 килограммами новый тормак готов, значит, к старту по UCI, по правилам. Но ситуация такая, что тот же самый Саган ездит на том же самом тормаке, который весит на килограмм больше дозволенного. Килограмм больше дозволенного. И этот велосипед тяжелее, чем его предыдущий. Это же надо. Какая манипуляция, на мой взгляд. Это же просто жесть какая-то. И неужели спешилась не знает, что UCI свой лимит 6,8 килограмм, он не на беспедальную версию дает. Не на беспедальную, а с педальками. Все, что на байке нужно, что не открепляется легко, то есть свет, например, лампа какая-то, или номерок, или что, то считается вот в этот вес. То есть велосипед может смело делать 6,5 килограмм. Потом педальки идут. Ты, может, даже потяжелее педали можно использовать, там хорошие какие-нибудь. Тогда велосипед можно сделать, скажем, и 6,4, и 6,3 килограмм. Нет, они делают велосипед 6,8, это уже больше лимита. Это значит, что любые, какие бы педали ты на этот велосипед не поставил, этот велосипед будет сразу выше лимита. И что это конкретно значит? Это плохо? Нет, это не плохо. Для профи это, конечно, плохо. Понятно. Потому что ты вынужден в течение трех недель, если речь идет о Tour de France, с собой полкилограмма лишнего, ненужного веса. Ну, просто лишний, ненужный вес. Говорят, да это разница небольшая, да какая вообще. Просто полкилограмма. Это профи. Три недели возит с собой. Теперь возьмите себя. Вы... Вот такая ситуация. Ваш актуальный велосипед, вот посмотрите на него, если он у вас тоже в комнате стоит, и прибавьте к нему свинцовую какую-нибудь формочку, которую в подсидели. Вам ее дали. Она полкилограмма весит. И сказали, вы можете ее засунуть в подсидел и вместе с ней ездить. Сделали вы так? Это просто жесть какая-то. Теперь возьмем любителей, у которых, ну, ничего не решает. И вес им пофиг, и скорость пофиг, и вообще все пофиг. Все можно реалитивизировать, но это все 5000 евро стоит. Говорят, что, да, любитель это не профессиональный велогонщик. Любителю не нужно, там, гнаться за секундами. А что любителю нужно? Отдавать свои деньги, причем как можно больше, за как можно меньше? Да? Если такая цель, конечно, то все, пиши пропало. Даже если остаться в мире современных велосипедов, спеша все равно. Это какой-то Louis Vuitton. И вы не поймите меня неправильно. Я, возможно, мог перечислить еще кучу производителей, которые следуют паттерну спеша. Но видеоформат не резиновый, и поэтому во всех остальных видео вы сможете каких-то других производителей увидеть. И посмотрите, альтернативы даже в этом мире, в котором спеша сейчас торгуют. У нас имеется Lightning C68X Prospect Edition Pro, 4000 евро стоит, на 1000 дешевле. Вы сможете ваттметр купить, педали сможете купить, шлем купить. И все вот это вот в этой разнице. То есть, просто капец. И вот такое седло, кстати, на этом велосипеде, оно тоже будет на тесте. Оно уже сейчас тестируется. А на канале оно тоже будет в отдельном видео выставлено. 7,8 килограмм аэро, чуть повыше профиль у колес, аэрорама. Она ничего не решает, да, я не говорю, что именно рама, что-то действительно много чего решает. Но, посмотрите, многим нравятся именно вот эти жиробайки, то есть с жирными аэротрубами. И, пожалуйста, вот здесь вы сможете купить такой, ищу скануть по сравнению со Specialized SR7 Bombs Edition Comp. Пожалуйста, это 4 тысячи. Однако, если вы хотите ровно столько же отдать, сколько и за этот спеш. Пожалуйста, C68X, он на Force Axis, не на Rival Axis, самой тяжелой группе всех времен и народов. И до сих пор вы здесь экономите 500 евро. Да как же так, что не так со спешем? Вы получаете просто супер-байк. Посмотрите, здесь уже гораздо более аэродинамичные и обода, и цвет более аэродинамичный. Нет, цвет тоже поинтереснее определенно, чем у Pro-версии. Но что та, что другая, в принципе, это классные модельки. Это 7,6 килограмм. То есть это уже почти на килограмм легче, чем тот же SR7. И теперь... Блин, а... Если вы хотите, короче, то можете дальше заходить в веломагазине на YouTube. Но я предлагаю подписываться на тех блогеров, которые расскажут вам то, что они думают, а не то, за что им заплатили. Имею в виду далеко не себя, не то, что мне... Мне до сих пор не платят, да, это понятно. Но имеется и куча других. Огромное спасибо за внимание. До свидания.